Всем привет, это Барсик, и я только что с премьерой Звёздных Войн и безо 7 пробуждения силы. То сказать это нечто невероятное. Ну, как вам сказать, у меня никогда не было таких эмоций от Звёздных Войн. Так сказать, фильм, можно сказать, он на любителя. Ну, он не идеальный, в нём есть минусы, но в нём в основном плюсы. Я чувствовал во время просмотра этого фильма то, что я чувствовал во время просмотра всех остальных фильмов, когда мой батя в 2005 году из кассетного проката принёс все эпизоды. То есть я посмотрел их, я ощутил бурю эмоций, и после этого я бурю эмоций больше не испытывал. Ни по видеоиграм, ни по сериалам, ни по чём. А этот фильм, он башен. Так, всё, давай, смеем локацию. Пробуждение силы – кино, которое я ждал с момента просмотра «Возвращения джедая». Очень давно. С каким же трепетом я смотрел трейлеры? Можно ли заявлять, что Эпизод 7 – это прям мега прорыв и лучший фильм в саге? Нет, это просто годная экшн-картина. Этот фильм мне дал то, чего я ожидал. Интересную историю, экшн и замут для продолжения. Дисней их уже запланировал на 100 лет вперёд. Ловите момент от новой трилогии, пока франчест не превратился в полноценный конвейер. Хочу представить вам своего оператора. Это Тёма. Спасибо. Мы находимся в кинотеатре «Космос» в новой «Хаске». Я безумно люблю этот кинотеатр и был здесь очень давно. Ну, когда мы в последний раз ещё на ужасе не видели. О-о-о. Продительный фильм был. Паранормальное явление, метка дьявола. Сосёт, хуй. Вот тварь. Знаете, когда я в последний раз здесь был, тут не был платный туалет. Так, вот так выглядит наш кинотеатр. Блин, вот это вообще клёвая штука. У нас игрушки продают прям внутри кинотеатра. Это... Это шикарно. Ну, в принципе, фильм получился очень хорошим. Очень таким духимым. В четвёртой части. Даже вот не пятой или шестой, но ещё в четвёртой части. Кстати, посмотрите, Симон купил всё-таки эту игрушку, которую я хотел взять с таким вот Кайло Реном. Касательно, кстати, Кайло Рена и остальных персонажей. Все, ба, твою мать. Все получились крутыми. Там есть старые герои. Есть новые крутые чуваки. Там негр, который задыхается в трейлере. Кто-то доставил там. Робот BB-8. Кайло Рен тот же. Многие, наверное, будут его ругать за его внешний вид, без маски и то, как его вписали в историю. Но лично я получил такое приятное ощущение. Хотя его там... Блин, я не знаю, как объяснить всё это беспойлер. Просто сходите на фильм. Он годный. Годный, но не идеальный. Тут есть к чему придраться. Однако я получил массу удовольствия и даже ностальгия от просмотра. Да-да, ностальгия. Оригинальную трирологию я видел очень давно, если учесть, что я вырос в семье друзьев. Я не ждал шедевра. Я рад, что продолжение вообще выходит. Это настолько важно для меня. Офигеть. Касательно всяких-то этих экшена и всё такое, всё сделано на уровне. Джей Джей Алмаз постарался. Только вот... Ну да, то есть всё сделано круто. Спецэффекты, всё вживую снято. Очень красивые кадры. Но из экшена мне не хватило фехтования на световых мечах. Хотя тут же опять с этим связана очень большая проблема сценария. То, что персонажи сразу умеют фехтовать на световых мечах. Это тупо. Ну то есть смотрите. С первого по третий эпизод джедаев долго обучали, они там, ну, разрождение, чуть не учились к нами джедаев. С четвёртого по шестой Люку было достаточно пару уроков у Йода взять, чтобы научиться. А тут они вообще просто сразу умеют. Это какой-то несостыковки что ли. В целом эпизод не идеален, но, хей, какой эпизод «Жёздных войн» идеален? Первый тупой и с Джа-Джа Пинксом, второй получше и с тупыми диалогами, третий крут, но там Дарт Вейдер слишком быстро стал Дартом Вейдером, четвёртый выглядит примитивно по современным меркам, пятый скучно вот в середине, а в шестом эваке. Короче, сходите и оцените, но не стоит завершать ожидания. Я их не завершал и остался доволен, хвала тебе, Джей Джей Абрамс. 10 из 10, но с натяжкой, что дальше будет лучше. А так, отличный запил для новой трилогии. Ну а это всё, вот такой вот коротенький видосик у меня вышел, как я и рассчитывал. А те, кто хотят ретроспективу по серьёзному Сэму, потерпите, она уже близко. До встречи на Галдятине и да пребудет с вами Сила. Пока этот говнарь ушёл, скажу вам маленькую тайну. Кайло Рен, сын Ханан Соло, и Кайло Рен его убьёт. Дебил, это и так все знают уже.